Здравствуйте, Сергей Владимирович. 4 февраля ежегодно празднуют Международный день борьбы с раком. Действительно, важный шаг, та проблема, о которой стоит говорить, та проблема, о которой нужно говорить людям, доносить все это им. Насколько в Крыму у нас развита информированность населения о таких видах заболеваний? В Крыму испокон века сотрудники онкодиспансера занимались не только лечебной, деятельностью, но безусловно профилактикой и информированностью населения о этой проблеме. Поэтому сегодняшний день, это день не тот, когда мы максимально лечим рак. Это акция, которая направлена действительно для информированности населения. На сегодня в Крыму какова обстановка непосредственно с такого рода заболеваниями? Много ли людей страдают от них? Достаточно много страдают этими заболеваниями. Понятно, что заболеваемость растет. Растет она в связи с увеличением возраста населения, В связи с миграцией населения к нам приезжают люди провести постпенсионный период. И естественно, если растет возраст, то соответственно растет и процент заболеваемости. То есть можно ли говорить о том, что в принципе подвержены в большей степени Такого рода заболеваниям люди, которые уже в возрасте, скажем? Действительно. Чаще всего страдают средний и старше среднего возраста. А в принципе причины этого заболевания можно ли определить? Какие категории в большей степени подвержены? Причин много. Причины могут быть генетические. Причины могут быть связаны с экологическими факторами. Безусловно, здесь фактор питания присутствует, фактор внешней среды присутствует. Для Крыма, например, максимальная причина появления злокачественных заболеваний кожи Это инсоляция. Что, собственно, не характерно для средней полосы России и для северных регионов. Ну что делать? Ходить в футболки летом? Ну стараться меньше быть на солнце. И стараться не загорать в пик. Это где-то с 10 до 3 часов дня. Кроме того, вы сказали, что правильное питание еще играет значительную роль. Что непосредственно нужно принимать в пищу, для того, чтобы избежать возможного заболевания? Вопрос лучше задать диетологу. Ну в любом случае, я так полагаю, что питаться нужно правильно. Во всяком случае, это не должны быть продукты, которые содержат ГМО. Это не должны быть продукты, которые сильно жареные. Сергей Иванович, я просто ведусь сейчас к профилактике. Возможно ли, в принципе, предотвратить возможность возникновения онкологического заболевания? С одной стороны, да. С другой стороны, основная проблема – это больше ранняя диагностика процесса. Чем раньше мы сможем определить о проблеме, тем ее будет проще и по большому счету дешевле вылечить. Ну а как вот самим людям в бытовых условиях определить, я не говорю, что непосредственно наличие или отсутствие онкологического заболевания, но, по крайней мере, необходимость обратиться по этому поводу к врачу? Как понять? Есть понятие, как диспансеризация. То есть население раз в год желательно посещать врача-специалиста. Это первичное звено. Это врач-терапевт, либо врач семейной медицины, который должен быть насторожен в отношении и онкозаболеваний тоже. То есть непосредственно прием и решение врача, то есть его заключение, диагноз может выявить, грубо говоря? Безусловно. Есть визуальные локализации, которые выявляются действительно при осмотре. И если врач знает об этом, знает о возможности появления в месте, которое можно осмотреть, злокачественное образование, то, безусловно, он должен это сделать. А какие виды онкологических заболеваний наиболее распространены в Крыму? Рак кожи, безусловно. Это первое. Молочная железа. Это второе. Потом идут болезни желудочно-кишечного тракта, потом болезни легкого и женской половой сферы. Сергей Владимирович, насколько изменились методы борьбы с раковыми заболеваниями за последние несколько лет? Методы совершенствуются с точки зрения усиления химиотерапевтического лечения. Производятся новые препараты. Идет замена старых схем на новые схемы. Безусловно, совершенствуется хирургическая техника. Применяются новые инновационные технологии, лапароскопические методы. Робототехника участвует. Правда, сейчас это недоступно в Крыму, но в Российской Федерации роботы-довинчи есть. А вот как изменился, в принципе, подход к лечению с воссоединением полуострова с Россией? Подход лечения, он всемирный, он одинаковый. Вопрос стоит только в доступности этого лечения. Безусловно, доступность стала выше. Какие основные проблемы в лечении онкозаболеваний на сегодня существуют, в принципе, в отрасли? Чего не хватает вам для более, еще более успешного лечения? Если говорить откровенно, то, безусловно, нужно развивать нашу радиологическую службу. Этот метод, который в Республике Крым представлен сейчас в очень небольшом варианте. Чем занимается служба и какие функции выполняет? Это метод лечения, это лучевое лечение злокачественных процессов. На данный момент у нас работает линейный ускоритель и работает один аппарат дистанционной гамма-терапии. То есть не хватает технических возможностей? Технических возможностей. Специалисты? Специалисты есть. По программе модернизации мы получили аппарат так называемой брахи-терапии. Это внутриполосное облучение. Сейчас идут работы у его установления и пуски в работу. И, соответственно, после пуска этого аппарата мы возобновим и этот метод лечения в Республике Крым. Сергей Иванович, ни для кого не секрет, что еще несколько лет назад, да и всегда, весьма дорогостоящее лечение было, да, онкобольных зачастую людям приходилось там и жилье продавать, и машины, да, и где-то просить у людей помощи, чтобы каким-то образом вылечить или хотя бы поддержать жизнь в родном человеке. Насколько изменилась ситуация с началом работы на территории полуострова страховой медицины? Коренным образом изменилась ситуация. Если раньше пациент заглянувал в свой кошелек, прежде чем обратиться к врачу, в данный момент этого делать не надо. Он по направлению врача-специалиста первичного звена попадает к нам в клинико-диагностическую поликлинику, проходит до обследования после рекомендации наших специалистов, и уже наши специалисты решают, с чего лучше начать тот или иной вид лечения злокачественного процесса, и госпитализирует в наше учреждение. Если пациенту показан некий вид лечения, который в Республике Крым недоступен, либо он является эксклюзивным, то таких пациентов мы направляем на материк по так называемому ВМП, высокотехнологичной медицинской помощи. То есть финансовая составляющая уже ушла, и людям не нужно продавать свои квартиры? Единственным нюансом направлений на ВМП является только доехать до места получения этой помощи. Это уже за счет непосредственно пациента? Да, если он не является инвалидом. Если не является инвалидом, то ему дают проездной талант. А вот если человек, пациент захотел пользоваться услугами коммерческого предприятия, медицинского учреждения, страховая медицина покроет эти расходы? Нет. В этом отношении этот человек деньги достает из своего кармана. Средин, 4 февраля, как мы уже сказали, Всемирный день борьбы с раком. И вот в эти дни какие мероприятия проводятся? И что планируется непосредственно для информирования общественности о таких заболеваниях, об их профилактике, своевременном обнаружении непосредственно у нас на полуостре? Безусловно, это выступление на радиотелевидении. Ну, первую часть выполнили? Да. Причем радио тоже. И, конечно, пресс-конференция, которая сегодня прошла в 11 часов, на которой мы отвечали на вопросы, которые беспокоят население Республики Крым. Ну вот хорошо, в один день, да, но не обязательно человек именно в этот день включить телевизор или радио для того, чтобы слышать эту информацию. Круглогодично вот где можно узнать об, допустим, особенностях болезни, где получить при необходимости консультацию? У нас есть сайт нашего онкодисмоцера, онкосифер.ру, и он работает всегда, обновляется постоянно. На все вопросы, которые волнуют наших, скажем, клиентов, не пациентов еще, они могут получить ответ. Сергей Иванович, у нас буквально вот несколько минуток остается. Рецепт долголетия или, по крайней мере, здорового, непосредственно здоровья, как крымчанам избежать возможности заболеть онкологическими заболеваниями? Как нужно себя вести? Как правильно питаться, одеваться, себя вести? Ну, первое, это душевная равновесие и спокойствие. Безусловно, та шутка, что все болезни начинаются от нервов, в какой-то мере и применительно к онкологической проблеме. Это первое. А второе, очень главный момент, не забывать, что есть такая проблема, как онкология. И при появлении любых отклонений от нормального состояния организма, нужно обращаться к ручку. Благодарю, Сергей Владимирович, за познавательную беседу. Думаю, все-таки она крымчанам действительно пригодится. И мы все-таки все поймем, что нужно правильно питаться, заниматься спортом и не нервничать. А у нас на этом все, но мы не прощаемся. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин